Вредимир Йорш Добрый день! Подскажите, два абрикоса похожи под нырзы после нынешней суровой зимы не поддают признаков жизни хотя на одном из них вижу несколько зеленых отростков ниже прививки они еще могут оклематься или уже на выброс вообще это странно, что они под нырзы зимой зимой в феврале деревца были засыпаны снегом по самому макушку это метр с небольшим в том месте, где они растут, сошел снег с крыши ну, под нырзы зимой да еще закрыто снегом вот мой ответ мало информации тем более, что неизвестно, чей абрикос общее рассуждение мало снега? да, подмерзли много снега? подопрели многие, которые пишут, что замерзли под снегом это неправда в принципе, абрикосы, если не с апреля полностью уничтожить не удается вылезут из нижних почек или прямо из корней главное, не ухаживать за ними так как общий принятый прием уничтожает их абрикос за сухоустойчивая культура зальют водой вот скажут много, видимо, лишних веток а он уже умирает и вот я нашел свою фотографию у меня такие случаи, как будто специально для будущих учебников вот погиб абрикос ну, погиб проходит время у меня так персиком получилось вот точно такая же картинка вот только фотографию долго искать с персиком уже все, уже пень нет ничего на земле вообще ничего ну, хорошо успел заметить раз, раз, точек попозже, в мае может даже в июне то есть пока не спешим так тем более, вы видите несколько зеленых отростков ниже при веке вот значит, оклемается или нет я не знаю это уже к этому времени вы уже сами это знаете прошло время так ну, а беда абрикосы я вам показывал как они соплевают именно абрикосы ну, еще груши вот главное не торопиться и вот тут вот важнейшее вот что интересно да опять Владимир Ёрш вот и задает важнейший вопрос у меня такая цепочка получилась я так счастлив смотрите можете сказать почему первичное плодобношение самое ценное первичное плодобношение косточки дают расщепление свой скультурно-гибридную форму знак вопроса это касается корнесобственных привитых и любых вот этот Владимир Ёрш это как раз из наших это из самых любопытных любознательных цитирует кого сейчас вы видите Тамара Колодина значит был еще Александр Лецких это было на прошлом вебинаре кажется и он задал вопрос и заметьте те же самые фразы почему первичное плодобношение самое ценное так и как совпало что два совершенно разных чуть ли не в один день задают этот вопрос почему они должны работать с косточками обязаны работать с косточками так вот но дальше мы будем так рассуждать нельзя брать уж крайности ну человек пошел на рынок накупил черешню абрикосов съел он их сейчас полно они были уже в мае они были еще в мае не поздно было садить вот этих магазин и что что нам толку отдадут расщепление свойств культурную гибридную форму если они просто замерзнут правильно отсюда наука наша пыталась что сделать она пыталась сделать гибрид так достаточно культурный и который бы не стал замерзать смотрим дальше вы как Тамара спасибо расцеловал бы жаль что далеко вот вот она пишет про это говорил и Латинков а первый источник видимо Мичурин да Мичурин и его избранных сочинениях 48 года это важнейший вопрос ребята почему потому что мы сейчас перейдем по плоскости практики издательство литературы Москва страница 216 какая вы умножу грамотная если сложение организмов гибридных сеансов первой генерации так я специально видите как а нет а вот я специально выделю чтобы вы знали что такое генерация поколение которое одного особенного поколение сменяемое последующим поколением поняли да вот это есть первая генерация идем дальше вот и получается так следствие смотрите это очень важный момент если сложение организмов гибридных сеансов первой генерации вследствие отрицательного влияния местной ясно что более суровое климатическое отношение среды лучшее свойство иностранных сортов наследственно передаются они в полном количестве то в сервисе второй генерации всему повторного влияния местных условий среды количество лучших свойств должно убавиться в третьей генерации все полностью все приехали то есть наша песня хороша то есть все начиная сначала и так бывало вот я не буду называть две известнейшие самые фамилии на всякий случай я боюсь просто переврать но тот и другой садили тысячи десятки тысяч костей несколько лет у них сады исчезали вот я догадываюсь что были причины которые даже наши гении не знали то есть там большую роль играла глубина посадки сопривания было было все мы грешны вот но и то что исчезало как нам говорит Мичурин уже третье поколение и все и ничего нет вот это понятно так вот я сейчас поймете к чему говорю итак у меня смешанный сад так и что получается сейчас я наверное чуть позже вам продолжу тему почему она настолько важна я постараюсь что вы это запомни вот вот это что скажите есть два сорта один с юга другой если есть такое понятие искусственное специальное искусственное прекрасное пыление чтобы никаких этих самых со стороны не было влияния никакого типа метров на дуло вот получаем гибрид гибрид этот может пойти папу может мама пойдет папу раз а он оказывается из-за того что местность суровая скажем так у него срабатывает инстинкт и он больше в папу допустим дикаря а мама допустим культурная а если все-таки преодолел этот самый гибрид этот климат и умудрился не папу замерзнуть то есть и а он оказался ну доминирует именно культурная мама он просто замерзает и вот это вот сильно перекашивает вот это процентное отношение в сторону вот почему Мичурин издевался над самим Менделем ну потому издевался какой черту там может быть пропорции когда культурный значит замерз дикий значит невкусный начиная сначала и вот у него получалось второе уже поколение хуже а третье уже все вот я как мог объяснил но мы к этому еще вернемся потому что это грустное начало я специально вас интригую потому что будет и другое и другое будет начало вы уже поняли с вами я надеюсь что я как мог объяснил что сей у до Продолжение следует...